Всем привет! В сегодняшней части я буду вырезать грудь и таз, но сперва хотела показать, с чем я столкнулась. У меня была целая доска липы, и она оказалась ужасного качества. Я не понимаю, как такое вообще возможно, но это не липа, а просто какая-то труха. То есть она просто как губка, но очень легкая и прям крошится и заминается. Из такой я, конечно, не буду резать, потому что... Ну вот смотрите, разница, да? Здесь спил, и вот я отпилила. То есть как так вообще возможно? Я не знаю, что она гнилая. Причем эту доску я покупала, правда, много лет назад, но она дома хранилась, не знаю. Ладно. Благо у меня такого размера была одна заготовка. Сейчас я покажу. Вот такая у меня была болванка, я отрезала нужного размера. Единственное, что наждачным станком сниму вот эти стороны, чтобы было легче вырезать. А так в целом вот наши две заготовки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну что, вот что у нас получилось обтесать на наждачки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но это все, что я смогла, потому что дальше надо уже смотреть, чтобы не убрать лишнее. Я и так, если честно, не особо понимаю, что дальше делать. И как из этого пасмона сделать нормальную грудь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поэтому я сейчас просто буду внимательно работать. И не буду снимать, на самом деле, на камеру, как я это делаю. Потому что, когда снимаешь, все-таки теряется внимание и концентрация. Потому что я постоянно подсматриваю на телефон, не вылезла ли я... Не вылезла ли я из кадра. И на самом деле это нервирует. Особенно, когда нужно сосредоточиться. Понятно, что я буду сейчас делать очень медленно, там, симметрично, сверяя с каждой стороны, правильно, неправильно. Я включу себе музычку какую-нибудь, а у меня есть такая штука. Я не пью алкоголь, но я пью энергетики. Вчера и сегодня у меня был просто поход по магазинам. Забила холодильник, чтобы не ходить недели три. Я надеюсь, до снятия карантина мне хватит продуктов, потому что каждый поход в магазин. Это просто очень энергозатратно, нервно. И вот сейчас там сиди пять дней, пять-семь дней и думай, хватанула я или нет. Уже не говоря о том, что пока перемоешь все эти продукты, пачки, все с мылом потом за собой, все ручки. Это очень выматывает и у меня потом плохое настроение. Ну, в общем, короче, вот я это все к чему. Сегодня вот и был мой поход. Я купила себе шоколадку и купила вот один адреналин. Все. Почему, собственно, я пью эту гадость? Потому что здесь содержится таурин и кофеин. Они поднимают давление. У меня низкое очень давление всегда. Оно 100 на 60. Выше не поднимается. Кофеин прекрасно с этим справляется. Сейчас я выпью эти пол-литра. И просто до вечера мне хватит энергии, чтобы, я надеюсь, справиться с этой грудью. Вот. Если все сложится удачно, то таз уже я буду на камеру снимать. Не знаю, посмотрим. Может быть, тоже не буду. Не обижайтесь, это не мастер-класс. Это я снимаю видео о том, как я создаю вещи. Я делаю это первый раз. И в душе не чаю, как правильно это нужно делать. Поэтому это никак не обучающий урок. Это просто зарисовка моей работы, моего творчества. Наверное, так. Это относится ко всем, кстати, видео, где только вот я прям конкретно не учу что-то делать. В чем я разбираюсь. Например, в стрингарте я разбираюсь, поэтому я учу, как это делать. А вот при зебе по дереву я сама знать не знаю. Режу всего-то ничего. Вот. И еще самое главное, что я не могу запороть этот кусочек. У меня такого кусочка больше нет. Слипы сейчас жесткие напряги. Где ее потом брать, я знать не знаю. И до снятия карантина я явно нигде не смогу достать. А куклу мне кровь с носу нужно закончить до снятия карантина. Потому что как только снимут карантин, нужно будет делать изделия на продажу. Хватит болтать, что-то я разболталась. Пошли работать. Ну что, новый день, новое настроение. Вчера я довела до такого состояния грудь, в принципе. И сейчас уже буду дремелем шлифовать дальше и уточнять форму. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну что, не прошло и нескольких дней, как я наконец-то закончила вырезать оставшиеся части грудь, спина и таз. Выглядит это примерно так пока что. А детализация и сборка уже будет в следующем видео. Итак, я затянула с резьбой этих трех частей. Они самые сложные. Даже грудь не была так сложна, как вырезать жопку, чтобы это было аккуратно и более-менее. Конечно, не без косяков, но о косяках я уже буду подводить итоги и я уже расскажу в самом конце. Ну а пока как-то так. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, пишите комментарии. До следующей встречи. Пока!